Лидеру нашей страны сегодня сложнее, чем Ивану Грозному, Николаю Второму и даже Иосифу Сталину, так считает Владимир Путин. На эксклюзивном интервью изданию Bloomberg президент предположил, что, скорее всего, следующим главой государства станет представитель более молодого поколения. Я исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком. Ну, но зрелым. Ну, а пойдет ли сам президент на четвертый срок, пока неизвестно. Российский лидер еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года. Рассуждать об этом пока рано, заявил Путин и предложил не торопиться. Впереди еще два года и выборы в Госдуму, от которых тоже очень многое зависит. Сейчас мы стоим перед парламентскими выборами. Нужно пройти эти выборы, посмотреть на результат. Ну, и даже после этого еще впереди у нас будет почти два года. Поэтому говорить об этом абсолютно преждевременно. Это, знаете, в современном быстро меняющемся мире говорить об этом просто вредно. Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи, которые мы перед собой ставили. Нужно добиваться повышения жизненного уровня людей, развития экономики, социальной сферы. Накануне выборов в парламент рейтинг правящей партии снизился. Это произошло из-за критики оппозиции заявил Владимир Путину. Эксклюзивно на интервью изданию «Блуберг» президент сказал, что политическая система прости становится сложнее. И в перспективе она должна прийти к балансам. Все больше политических партий участвуют в выборах, и это, безусловно, хороший знак, отметил Путин. Большое количество партий, которые сейчас принимают участие в избирательном процессе, они все выходят на экраны телевизоров, в средства массовой информации, в газеты. А с чем они выходят? Они все критикуют власть. Они, правда, не говорят, как сделать лучше, или говорят такие вещи, которые для даже человека с поверхностными взглядами кажутся малореалистичными или вообще неисполнимыми. Но зато они очень красиво смотрятся на экране телевизора, они ругаются, они клеймят позором представителей правящей партии. Не удалось Путину избежать личных вопросов. Пришлось приоткрыть завесу тайны и поведать, чем же занимаются президентские дочери. Глава государства рассказал, он изначально хотел, чтобы девушки пошли в политику, но никогда не пытался решать за них. В итоге политиками дочки не стали, однако посвятили себя очень нужной и благородной деятельности, и папу это очень радует. В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они наукой занимаются, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы. И меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали.